Школьные учебники будут проходить проверку раз в пять лет. По каким критериям будут оценивать все школьные учебники? За что учебник могут исключить из федерального перечня, рекомендованного школам? Все это прописано в новом проекте приказа Минпросвещения, опубликованного для общественного обсуждения. Оно продлится до 27 апреля. Главное изменение экспертиза учебников переедет с частных рельсов на государственные. В фото Евгения Новоженина, РИА Новости, то есть заказчиком проверки будет выступать Министерство просвещения, а исполнителем подведомственная организация. При этом эксперты будут нести персональную ответственность за любой учебник, которому они дали добро. Их имена и фамилии издатель будет обязан опубликовать на обороте титульного листа. Если рецензент вдруг пропустит ошибки, отвечать будет наравне с авторами некачественного пособия. Минус. О чем не писали советские и не пишут российские учебники истории. В учебнике не должно быть информации, направленной на формирование неуважительного отношения к России, ее органам власти, основным конфессиям. Не должно быть информации, оправдывающей жестокости насилия, побуждающей детей к асоциальному поведению, дискредитирующей семейные ценности. До сих пор издательства сами заказывали и оплачивали экспертизу. Часто получали положительные отзывы и подавали документы на включение в перечень. А затем спокойно заходили в школы. По новому проекту экспертиза учебников станет более прозрачной. Структура федерального перечня немного изменится. Также будут изменены сроки подачи документов издателями. Направлять их нужно будет с 20 февраля по 20 апреля. Вводится и еще одна важная норма экспертной заключения любому учебнику будет выдаваться только на 5 лет. В итоге в перечень могут попасть издания, которые не просто прошли экспертизу, но получили наиболее высокую оценку. Исключить из перечня учебник тоже можно. Например, если в нем найдется вредная для здоровья или развития детей информация. Общество образования правительства Минпросвещения. Продолжение следует... Продолжение следует...